Всем привет! Вы на канале Жукова Лайф, с вами Женя. Очередной день переезда нашей семьи из Казахстана в Россию. С утра у меня получилось поработать физически, поднял пустые коробки, которые я насобирал заранее. В эти коробки мы продолжим собирать все наши вещи, которые мы постепенно-постепенно подбиваем. Я думаю, что вечер опять же у нас завершится сбором коробок, а сейчас еду в миграционную службу, хочу уточнить момент по поводу выписки из страны, какие необходимо собрать документы, какие необходимо собрать бумаги, чтобы подать и выписаться из страны. И также уточнить хотел бы по срокам, сколько составляет дней рассмотрения документов о том, чтобы была подтверждена выписка из страны. Предварительная информация, которая у меня есть, составляет где-то 20 дней. Ну, будем сейчас в миграционке и все уточню я у них. Вот. Также, кто помнит, вчера мы с Настей ездили в ГАИ, подавали заявку, чтобы мы могли получить справку о водительском стаже. Я думаю, что сегодня мы вместе отправимся туда, в 5 часов нам сказали, что она будет готова. Ну, в общем, съездим, посмотрим. Обязательно сделаю фото или даже, может, сделаю какой-то скриншот этой справки, чтобы вы могли посмотреть, что там написано и нужна ли она вам вообще. Вы сами для себя решите. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Подъезжаю уже с миграционки и все дела сейчас, все вопросы мы как раз все спросим. Вот. Так что будет много интересного. Я думаю, что те, кто сейчас переезжает, им интересно будет посмотреть, послушать и вообще понять, что нужно делать поэтапно. Поэтому обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайки и не забывайте писать свои вопросы в комментариях. Вышел из миграционной полиции. Сначала мне сказали о том, что нужно идти в ЦОН. И сейчас все документы сначала вы должны сдать в ЦОН. И после чего только вас передвигают на отдел миграционной полиции. Когда я зашел в ЦОН, подошел на стол справок, меня проконсультировали, дали небольшую памятку, где было расписано перечень необходимых документов, которые вы должны собрать перед тем, как будете подавать на выписку из страны. Также вы должны заполнить заявление и анкету, которую вы можете приобрести там же, которая стоит 90 тенге. Я купил две, потому что мы выезжаем вдвоем. Заполняете анкету, собираете перечень документов и приходите уже в ЦОН. Сроки рассмотрения миграционных вопросов составляют 20 дней. Поэтому учтите, когда вы будете оформлять документы и собираться уже переезжать. Оказалось, что в миграционную службу идти не нужно. Первым делом нужно идти обращаться в ЦОН. Но перед тем, как вы придете в ЦОН, необходимо собрать определенный список документов. В список документов вы можете уточнить эту информацию непосредственно, когда придете в ЦОН. В столе справок подходите к ним, говорите, что мне необходимо перечень документов собрать. Они вам дают такую памятку, где весь список документов, которые вам нужно собрать, перед тем, как вы будете подавать заявление на выселение из страны. Так вот, в этом перечне первый пункт – это анкета заявления. Вот анкету заявления вы можете тоже взять в столе справок в ЦОН. Она стоит 90 тенге. Два листочка распечатаны на А4. Вот ее нужно заполнить, приложить все требующиеся документы, согласно этого списка, и оплатить госпошлину, которая равняется 1 МРП. Сейчас МРП изменился, если я не ошибаюсь, то 1 МРП составляет 3036 тенге. Вот. Обязательно прикреплю этот бланк в этом видео, чтобы вы могли с ним ознакомиться и посмотреть перечень, которую вам необходимо собрать. Там не весь перечень. Ну, по пунктам посмотрите, и то, что вас касается, вы уже будете собирать. Поэтому первым делом идем в ЦОН, подаем все необходимые документы, заявления там, и после начинается процесс рассмотрения вашего заявления. Он занимает 20 дней с момента подачи, 20 рабочих дней. Поэтому учтите, если вы планируете собирать вещи, отправлять вещи транспортной компании, то вы должны брать во внимание именно этот срок. 20 дней. После того приходит вам разрешение на выписку из страны, вы выписываетесь, и в течение 10 дней вы должны покинуть страну. Вот. Поэтому подгадывайте стоимость билетов, то есть подгадывайте билеты, которые вы будете приобретать для вылета или там выезда из страны. Поэтому учтите этот момент. Вот. Сейчас я еду в ГАИ забирать справку о своем водительском стаже. Обязательно я тоже прикреплю в конце этого видео эту справку, как она выглядит, чтобы вы посмотрели, какие там пункты. И будет информация у вас о том, что нужна эта справка или нет. Так, возле ГАИ расположена еще транспортная компания, решил убить двух зайцев, заехать в нее, спросить ставки, сколько стоит, ну и вообще какие условия они предоставляют по перевозке груза. Я думаю, что альтернативный запасной вариант можно иметь, ну хотя бы знать информацию, сколько стоит перевезти наш груз. Приехал в ГАИ за справкой. Вчера мы с Настей подавали копию документов для получения справки о нашем водительском стаже. Обязательно прикреплю фотографию, как выглядит данная справка, чтобы вы могли посмотреть, в которой будет указан наш водительский стаж, начиная с первого дня. Эта справка должна пригодиться нам, когда мы будем уже в России подавать документы на получение российского права в России, водительского удостоверения в России. Я забрал справки, подтверждающие наш водительский стаж, свою Настину. В общем, все отлично. Я был приятно удивлен, что действительно эта справка готовится всего лишь один день. Не как нам говорили, то есть как мы прочитали в чатах, 10 дней рабочих. Поэтому очень оперативно мы получили эту справку. Я очень доволен. В этой справке указана именно дата исчисления нашего водительского стажа с первого дня. Напомню, что данная справка понадобится нам и вам, кто будет переселяться в Россию. Когда вы получите гражданство, то вам необходимо будет менять права. После замены прав вы должны подтвердить свой стаж. А как вы сможете это сделать? Ну, возможно, кто-то подтверждал просто тем, что показывал свои существующие права, да, казахстанские. А у некоторых требовали вот эту дополнительную справку, подтверждающую, что стаж был действительно с того момента, когда вы получили свои права. Поэтому, кто еще не сделал эту справку и у вас есть возможность ее сделать, обязательно сделайте, чтобы уже быть вооруженным, когда вы будете подавать документы на рассмотрение водительского удостоверения. Поэтому все класс. Сейчас двигаюсь в транспортную компанию. А, да, обязательно прикреплю бланк этого, то есть скриншот данного заявления, чтобы вы могли посмотреть и знакомиться. И, возможно, они отличаются в каждом регионе свое, но будет общая информация у вас о том, что нужно будет сделать, как выглядит этот документ. Поэтому не пропустите этот момент, досматривайте видео до конца, я обязательно это подкреплю. Вот, сейчас я планирую заехать в другую транспортную компанию и спросить стоимость перевозки нашего груза до Калининграда. Хотел бы сравнить ту ставочку, которую нам дала первая транспортная компания и которую нам даст сейчас эта компания, чтобы посмотреть, в каком диапазоне они находятся. Ну и узнать, соответственно, могут ли они привезти наш груз из Балдаровка в Калининград. Сколько это будет стоить? Я уже подъезжаю на территорию этой транспортной компании. Вышел из транспортной компании, в общем, меня полностью проконсультировали, дали подробную информацию, плюс дали еще источники в интернете, с которыми я могу самостоятельно ознакомиться подробно, ну и принять решение, везти с этой компанией или нет. В общем, стоимость перевозки одного кубического метра груза составляет 96 тысяч тенге в этой компании. Да, это отличается от стоимости той компании, с которой я планировал везти практически в два раза. Я, конечно, еще раз уточню у того представителя той компании, как будет все обстоять, потому что какая-то большая разница, непонятно, почему так все происходит. Вот. Плюс представители вот этой транспортной компании, в которой я был, они сказали мне так, что если вдруг у вас какой-то негабаритный груз, да, к примеру, диван, большой там матрас или что-то еще, шкаф, то по максимуму лучше это все разбирать и перевозить. Ну а лучше всего такие негабаритные грузы, не стоящие своих денег перевозки, лучше, конечно, оставлять их на вашем прежнем месте или же их продавать стараться. Потому что стоимость перевозки такого, такой мебели, такой вещи будет, ну, высокой. Поэтому еще раз все, пересмотрите, посчитайте, нужна это вам вещь или не нужна, потому что стоимость будет, то есть размеры этой вещи будут полностью влиять на стоимость перевозки. Вот. Что еще? По поводу перевозки бытовой техники, без проблем, все это они могут сделать, все нужно просто хорошо упаковывать, плюс они еще дополнительно упаковывают в деревянную решетку, которая стоит тоже дополнительных денег, поэтому, то есть, которая уже входит в стоимость перевозки, да, просто 6 тысяч за 1 кубический метр, но они уже оценивают груз, нужно его обрешетчивать или же нет. Вот. Что еще она интересного сказала? По поводу перевозимых вещей. Если вдруг у вас остаются какие-то продукты питания, там, сыпучие, крупы, это можно перевозить, но их не нужно указывать в описи. Опись. Опись будет составляться вами. У них есть бланки, которые вы заполняете собственноручно и прописываете стоимость каждой позиции. Ну, к примеру, да, текстиль, там, вещи. Вы оцениваете стоимость ваших вещей и пишете в колонке стоимость в рублях, и после этого будет складываться уже страховка на ваш груз. Что касаемо бытовой техники или там каких-то дополнительных электроприборов, то обязательно, если вы указываете стоимость в этой описи, то вам необходимо еще предоставить чек из магазина, чек из магазина, в котором будет указана стоимость данной техники. Вот на основании этого чека уже эта компания будет просчитывать, то есть будет включать этот груз в страховку. Если вдруг этого чека не будет, то, соответственно, в полной мере оценить стоимость вашего груза будет практически невозможно. Вот, что еще интересного нужно учитывать? Ну, еще подробная информация, она мне сказала, что можно ознакомиться на официальном сайте этой компании. И отправка груза происходит следующим образом. Они могут предоставить машину, но это будет стоить дополнительных денег, чтобы они могли забрать ваш груз от подъезда и довезти до склада в Павлодаре. Или же вы можете самостоятельно организовать эту машину и довезти этот груз до локации их склада. После чего формируется машина и уже отправляется сначала на Москву, а в Москве они перегружают уже непосредственно на Калининград. Поэтому вот у них такие пункты, точки Павлодар, Москва, Москва, Калининград. Три раза в неделю уходит машина, поэтому будем держать этот вариант как запасной. Посмотрим, если не получится вдруг с первой компанией транспортной, то мы, конечно же, будем иметь в виду, что с этой транспортной компанией мы можем легко отправить наш груз. Это очень хорошо, что есть какие-то хоть запасные варианты. По поводу двух коробок, которых я раньше хотел отправлять, это можно сделать. Мы посчитали стоимость сразу, я отрисовал, сколько объем и вес. Мне сказали, да, без проблем. Посчитала сразу при мне, стоимость отправки этих двух коробок будет 20 тысяч в деньге плюс-минус. Поэтому я не буду дождаться первой компании. Я думаю, с этой компанией транспортной отправлю уже эти две коробки и пускай они ездят. Пускай эти вещи уже будут в Калининграде, чтобы мы с Настей не беспокоились о том, когда мы приедем в Калининград, что их еще не будет на месте и мы не можем их использовать. Поэтому думаю, в понедельник уже отвезти коробки и отправить. Да, по поводу оплаты. Оплату, она сказала, вы можете делать или же непосредственно в Казахстане в тенге, в рублях, или же в России делать в рублях. Вы сразу оговорите этот момент. И составляется специальный акт выполненных работ и счет фактура, где будет прописана стоимость перевозки. И если вы оплачиваете в Казахстане, то, соответственно, она будет в тенге. Вы можете валюту выбирать или в рублях. Если же вы оплачиваете во время забора своего груза уже в России, то, соответственно, будет в рублях. Предоплата никакая не требуется. Полная стопроцентная оплата может быть до и непосредственно после прибытия вашего груза. Поэтому планируйте, как у вас деньги или же в валюте, или же еще в национальной валюте. Поэтому, как удобно для вас, так вы и планируете, как вы будете рассчитываться за оттравку своего груза. Вот. Ну, в общем, очень такой продуктивный день. Касаемо всяких различных документов, организационных моментов. Вот. Другую транспортную компанию нашел. Это тоже очень хорошо, что мы не привязаны к одной. Да, у нее ценник дороже. Но что поделаешь. Всякое в жизни бывает, что могут быть какие-то непредвиденные ситуации. И, возможно, нам придется уже принимать решение, ввести свой груз с этой компанией. Поэтому очень хорошо, что я нашел. А как мы нашли эту компанию? Мы написали в группе, опять же, да, где мы состоим в чате, в телеграмме. И нам посоветовали обратиться в эту компанию. Если кому-то интересна эта компания, да, что их условия, их стоимость, то обязательно пишите вопросы ваши в комментарии. Я посоветую вам, как найти эту компанию, чтобы вы могли также с ними перевезти ваш груз и вещи. Следующее включение будет уже из дома. Будем собирать, формировать коробки. Сегодня я еще привез дополнительные коробки. Большое количество. Сейчас их нужно привести в нужный вид. Потому что некоторые коробки мы брали в магазинах и в аптеках. Соответственно, их нужно подготовить. Их нужно протереть снаружи, снутри, чтобы они были чистыми. Потому что мы будем укладывать наши вещи. И никому неохота потом открывать и отмывать свои вещи. Как я и говорил, коробки мы собираем, где придется. Но мы стараемся выбирать более хорошего качества. Но в любом случае их нужно дезинфицировать. Обычный мыльный раствор, который мы набираем в ведро. И протираем их снаружи, внутри тряпкой. Сегодня мне предстоит переработать кучу. Подготовить, как говорится, материал. Чтобы можно было потом закладывать наши вещи и упаковывать их в эти коробки. Сегодня это крайняя точка. Закончил, я надеюсь, до полуночи. Поэтому, кто был с нами, спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно задавайте ваши вопросы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok